В библиотеке КДЦ «Максимум» читальный зал превратился в кинозал. Немчиновские лицеисты приглашены на первое в этом году заседание киноклуба «Победители». Свои документальные ленты представляет кинопродюсер Максим Кузнецов. Документалисты путешествуют за Полярный круг, на Северный полюс, рассказывают о важных для нашей Родины исторических событиях, которые произошли в показанных местах. По вашему мнению, какая самая интересная часть экспедиции была? Что вам запомнилось больше всего? Никаких скучающих лиц. Ребята взбудоражены увиденным, не отпускают кинопродюсера. Самая интересная часть – обсуждение фильмов. Классный руководитель только радуется. Дети привыкают получать информацию в школе в виде лекции учителя, работы на уроке. А здесь другой вариант преподнесения информации, потому что здесь мы увидели историческую информацию, географическую информацию, посмотрели, насколько велика и прекрасна Россия. Библиотека тоже не просто так открыла свои двери для киноклуба. Давно известен эффект, когда после интересного кино дети берутся за романы. Так, например, было с Гарри Поттером. Библиотекари ожидают, что после киноклуба ребята заинтересуются книгами об освоении русского севера. Дети сегодня оживленно задавали вопросы после просмотра этого фильма. И некоторые даже заинтересовались книгами на эти темы. Поэтому нам этот киноклуб нужен, важен. Максим Кузнецов – один из организаторов фестиваля «День Победы». Впервые он прошел два года назад. Фильмы, которые участвовали в конкурсе, и будут показывать подросткам в клубе. Фестивальное кино получило вторую жизнь. Киноклуб носит название «Победители». Ориентирован в первую очередь, конечно, на рассказ о событиях в Великой Отечественной войне. Но мы расширяем тематику. Мы рассказываем и о нашей стране, и о лучших людях, которые живут в нашей стране. То есть, ну вот такая тема военно-планетического воспитания, но она достаточно расширенная. Киноклуб – это любопытная интерактивная форма работы с молодежью. Одно дело – посмотреть документалку по телевизору или в интернете. Другое – вживую пообщаться с участниками, показанных на экране путешествий. Планируется, что заседания киноклуба будут проходить не реже раза в месяц. Тимур Гайсин, Леопавлов, телекомпания «Одинцова».